Аким Североказахстанской области ГАУЕС Нурмухамбетов и министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров с рабочим визитом посетили район имени Габита Мусрепова. В ходе поездки проверили ход весеннеполевых работ и встретились с руководителями хозяйств. Также обсуждались актуальные вопросы посевной кампании и меры государственной поддержки. Прибывший с рабочим визитом в регион министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров и глава региона ГАУЕС Нурмухамбетов ознакомились с работой ТОО Азакова Пески и встретились с руководителями агроформирований. Проверили ход весеннеполевых работ, обсудили актуальные вопросы посевной кампании и меры государственной поддержки. Новая программа началась. Киндала-2 под 5%. Без субсидий будете получать. Субсидии напрямую мы будем перечислять в финансовый институт. Поэтому в данной программе надо участвовать активно. Вы сами понимаете, что раньше всего 70 миллиардов было, после этого еще 70 добавили, 140 в 2022 году. Сейчас еще дополнительно 400 миллиардов. Всего 580 миллиардов у нас на весенней полевой уборочной работы финансирования есть. Будем доводить до 1,5 триллиона. Но при этом с вашей стороны вы должны полностью весь комплекс технологий соблюдать. Товарищество Азыково-Пески, активно развивающее капельное орошение кормовых культур, работает с 2001 года. В распоряжении хозяйства 6476 гектаров пашни. 1542 гектара уже засеяли. Приобретены минеральные удобрения. Для реализации весеннеполевых работ товарищество обеспечено необходимой техникой, ГСМ и запчастями. В настоящее время на предприятии работают 64 человека. Средняя заработная плата составляет 221 тысячу тенге. Проект орошения составляет на 400 миллионов в общий проект. В данный момент 336 миллионов уже как бы освоено. У нас поставлена одна орошаемая дождевальная установка на 200 гектаров, которая осталась запускной. Ну, в принципе, через неделю, две недели как бы запустим. А второй орошаемый участок на 125 гектаров. Как бы весь, сейчас идет в данный момент сборка орошаемой машины. В этом году все это, оба проекта освоим и запустим в этом году. Затем Акимобласти и министр сельского хозяйства ознакомились с работой средней школы села Пески. В учебном заведении 25 учителей обучают 117 учащихся. В этом году 11 классов закончили 4 ученика. Акимобласти лично поздравил выпускников с окончанием школы. Пожелать вам здоровья, благополучия. Сегодня каждый из вас – это будущий специалист. Аким Североказахстанской области и министр сельского хозяйства посадили деревья в рамках республиканского проекта «Таза Казахстан», инициированного президентом. В мероприятии также приняли участие выпускники школ. Сегодня повсеместно по Казахстану идет такая акция. Компания «Таза Казахстан». Везде идет озеленение, посадка деревьев, очистка своих территорий. Возле школ, возле домов, возле приусадебных участков. Поэтому мы всегда должны везде, где живем, наводить порядок. Говорят, не чисто там, где убирают, а там, где не сурят. Поэтому это наша страна, это наша земля, это наша родина. Пассивные работы ведутся и в ТОУ «Раисовское» в селе Раисовка. Процветанию населенного пункта способствует руководитель товарищества Владимир Коваленко. На сегодняшний день в товариществе работают 25 человек. Здесь идет подготовка к посевным мероприятиям. То есть про травку, про сушка зерна. В общем, все работы связаны с посевной. На данный момент немножко приостановились и с погодными условиями. На днях должно все восстановиться. И с новой силой мы пойдем дальше работать. Да, с 24 апреля мы начали задержание влаги с короткими перерывами. 8 мая зашли на бобовые. И потихонечку пошли бобовые, масличные, зерновые. Глава региона и министр сельского хозяйства встретились с местными аграриями и ответили на их вопросы. Айдарбек Сапаров отметил поддержку со стороны государства. 140 миллиардов всего у нас было финансирование. Сейчас мы доверили до 580 миллиардов. 400 миллиардов под 5% без всяких субсидий вы будете чистые получите. На год. Если в мае получите, то до следующего мая, пожалуйста, пользуйтесь. В конце года никто не будет торопить. Это не бюджетные средства, это привлеченные средства. Мы субсидируем прямо сразу финансовые институты. То есть министр хоз напрямую финансирует. 60 миллиардов. В завершении рабочей поездки Аким Северо-Казахстанской области и министр сельского хозяйства посетили социальные объекты и оздоровительный комплекс в населенном пункте. Дали положительную оценку работе и поручили продолжить работы по благоустройству села.